Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. У нас сегодня тема непростая, сегодня мы погрузимся в волшебный мир внутренностей WordPress. Хотя это еще не профессиональный уровень, но уже продвинутый. Сегодня мы поговорим о Custom Post Types, то есть о произвольных типах записей. Те, кто установили Кандинского, я думаю, не без удивления обнаружили, что кроме стандартных страниц и записей в меню есть еще произвольные объекты. Вот, например, проекты. По сути это тоже записи, но вынесены они в меню. Или, скажем, партнеры. Тоже отдельная закладка. Они есть и на главное, и в меню. Вот, например, проекты. Чудо, скажете вы? Мелочь, отвечу я. Собственно, это и есть Custom Post Types. Произвольный тип записи. Custom Post Types можно добавить не только в Кандинского, но и в любой другой шаблон, то есть на любой сайт. Добавляется он непросто. Нужно редактировать файл functions.php, добавлять туда куски кода, причем добавлять осмысленно, но. В прошлом уроке мы говорили, что одним из главных достоинств WordPress является огромное количество плагинов, покрывающих весь спектр запросов, которые могут возникнуть у среднего пользователя. Запрос на добавление произвольных типов записей покрывает бесплатный плагин Custom Post Types UI. Почти миллион установок. Очень хороший показатель, обращайте, кстати, внимание на количество установок. Плохой плагин миллион установок не наберет. Установили. Активировали. И в меню появляется новая закладка CPT UI. По большому счету вам нужны тут верхние два пункта. Начнем с добавления нового типа записей. Post Type Slug. Заполняем латиницей, это не знаю как перевести, жетон. Кстати, первый основной перевод — слезняк. Но мы решим, что это все-таки жетон или метка. Это имя типа постов, которое будет появляться в URL. И во внутренней архитектуре, если вы будете их куда-то вживлять. Множественное число. Единственное число. Это уже будет появляться в разных местах админки, а значит можно по-русски. Дальше у нас огромное количество полей, но не пугайтесь. Для добавления нового типа записей того, что мы сделали, достаточно. Add Post Type и в меню О чудо! появляется новый пункт работы. На этом можно заканчивать. Задача выполнена. Новый Custom Post Type добавлен. Шутка. Хотя Post Type действительно добавлен. Пройдемся быстро по настройкам. Возвращаемся к плагину и тут нам нужен едет. То есть отредактировать уже существующий. Тут выбираете какой редактировать. У нас он пока один. И разберемся вот с этой горой полей. Так, у нас тут All работы. Очень не по-русски. А здесь есть All Movies. Movies — это слово, взятое для примера. А вообще в описании написано, что это используется в административном подменю. Очень похоже по описанию на наши All работы, поэтому меняем на все работы. А это похоже на добавить работу. Меняем на работу. Сохраняем и да. Все работы. А тут надо все-таки добавить слово добавить. Ну в общем понятно. Тут все поля — это склонения по падежам в разных местах меню. Если хотите, чтобы было красиво, можно пробежаться, все поменять. Но я, конечно же, сейчас этого делать не буду. Далее Settings — настройки. Если рассматривать каждую — это еще три урока, поэтому рассматривать не будем. Но в целом по умолчанию все прекрасно работает. Единственное — можно добавить свою иконку. А вот сюда. Нужно вставить название из Dash Icons. Есть такой сервис у WordPress. Выбираем подходящую иконку. Наверное, вот эту. Нет, вот эту. Больше похоже на картины. Копируем название и вставляем в поле меню Icons. А вот она появилась здесь, и после обновления появится в меню. Обновляем — получаем новую иконку. Ну и добавим новую работу. Добавляется она просто как новая запись. Записью она по сути и является. Вот она появилась в работах. Что еще есть в настройках нашего типа постов? Еще тут есть поддерживаемые поля. Сейчас в статью мы можем добавить заголовок, текст статьи и изображения. Отметив автора, мы сможем выбирать также автора. Видите, появилась закладка автор. Сразу скажу, что не все отмеченное в настройках типа записи появится в статье. Тут зависит еще и от настроек админки. Давайте теперь внимательно посмотрим на типы постов, которые добавлены разработчиками Кандинского. Посмотрев, мы обнаруживаем, что тут есть еще категории записей. А это, согласитесь, удобно раскладывать записи по категориям. Где это добавляется? Категории это таксономии. Второй пункт меню. Также слаг, множественное число, единственное число. Нужно указать, к какому посттайп это относится. У нас это работы. И дальше те же настройки, что и у посттайп, с которых мы касаться не будем. И в работах у нас появился пункт категории работ. Это на самом деле еще не все. В посттайп работы нужно добавить таксономию категории работ. И можно добавлять собственно категории. Так как речь идет о художниках, а мы по легенде помогаем именно им с помощью нашего фонда, добавим видоизобразительных искусств. Например так. И наконец добавляем новую работу. Вот здесь мы можем выбрать категорию из добавленных ранее. Работает автозаполнение, все. Опубликовали. Сейчас я еще позакидываю по-быстрому работ в разные категории и посмотрим, что у нас получилось. Вообще создание кастом посттайпс это первый этап. Последующая работа с ними относится уже к дизайну сайта, а мы этого не касаемся. Но самое простое, что можно сделать, это добавить какую-то категорию в качестве пункта меню, чтобы просто посмотреть, что мы сделали. Про добавление пунктов меню я рассказывал в одном из предыдущих видео. И собственно вот. На сайте под пунктом художественные собраны все работы из категории художественные. Резюмировать хочу так. Работа с кастом посттайпс далеко не первоочередное, что вам нужно знать. Но кроме базового начального уровня я решил, что хорошо бы вам дать чуть более продвинутые навыки. Показать направления, в которых можно развиваться, а их WordPress ох как немало.